Не видно, наверное. Так, сейчас должно быть видно. Я не вижу экрана. На втором месте Power BI. Из наших слушателей только 2% используют табло. На третьем месте Power BI на втором месте. И затем идет Кликсенс. Так, Иван, я ищу вас в чате, чтобы вам начать передавать права презентера. Мы сейчас чуть-чуть подойдем. Ольга, скажите, а сколько вы можете посмотреть? Ответила на Oracle BI. Покажите еще раз экранчик, пожалуйста, который ваш был со статистикой. Секунду. Oracle BI 1%. Один человек, да, был? Один процент. Да, и один человек, да. Вот эта таблица достаточно хорошо отражает, сколько людей учатся по разным направлениям. Вот, хотя на Power BI чуть-чуть меньше людей учатся, но по Excel действительно идет огромный поток. Вот, а Oracle BI спрашивают очень редко. То есть мы тоже под заказ только проводим такие курсы. А Кликсенс, да, Кликсенс надо было еще Кликью, но тут Кликью, Кликсенс, наверное, вместе. А сколько человек Кликсенс, голубой, покажите, пожалуйста, сколько там? Четыре человека и 4,8%. Ну вот эта диаграмма удивительно хорошо отражает примерный спрос на курсы. Спасовки. Так, мы потихонечку восстанавливаемся. Слушатели переподключаются. Ольга, я здесь, если нужно, сейчас отвечу на вопросы. На вопросы. Давайте пока поотвечаем на вопросы, пока у нас восстанавливается связь. Итак, одну секунду. Уважаемые слушатели, я помню вопросы были такие, например, спрашивали Google Data Studio, является ли тоже BI-инструментом. Вопрос терминологии в первую очередь, но во-вторых, это действительно один из очень популярных, очень интересных инструментов для визуализации данных. Естественно, у него есть специфика. Он в первую очередь предназначен, конечно, для работы с гугловскими сервисами. То есть это Google Analytics, тот же, Firebase и так далее. Но, тем не менее, в него можно, конечно, передавать любые данные. Но вот если напрямую сравнивать, конечно, его с Tableau, то тут, несомненно, однозначно уже вывод приходится делать, что весовые категории несопоставимы. Все-таки Tableau – это действительно полноценный лидер всего направления долгие годы. Сейчас с Power BI они активно конкурируют, конечно, но лидер направления вообще бизнес-аналитики. Поэтому по возможностям их сопоставить невозможно. Тут надо точно понимать. Однако Data Studio активно растет, развивается, и я думаю, что в самое ближайшее время очень много привлечет заинтересованных пользователей. Кстати, тоже был вопрос по поводу интеграции с сервисами сторонними, такими как, например, даже Google Analytics и так далее. Есть возможность, во-первых, с Google Analytics есть прямой коннектор штатный в Tableau, а с другими сервисами через интеграцию, также с базой данных, все это возможно. Я предлагаю продолжить, потому что я передала права презентера Ивану, и мы можем начать. Да, я тогда тоже отвечу на вопрос. Вот был вопрос, соответственно, рекомендую ли я SQL Server, если это то, то какой? Соответственно, Postgres, MS, или Microsoft SQL, или MySQL. Здесь у меня нет никаких предпочтений, соответственно, что в вашей компании используется, то и с тем Power BI будет, собственно говоря, работать. Так что, я думаю, определенно стоит двигаться от разношерстных источников, различных отчетов, которые погружаются из, например, 1С, складываются в папочку, а потом, соответственно, консолидируются через Power Query или через Power BI, и эти инструменты с этим замечательно справляются. Не надо, соответственно, копипаст делать ручками. Но все-таки от вот этой, скажем так, олдскульной практики стоит двигаться к аналитической базе данных, куда из баз данных складываются нужные категории, нужные колонки, нужные данные. Ну вот, назвал разные синонимы, чтобы всем сразу точно было понятно, что я имею в виду. Итак, соответственно, я тут пока у нас была перезагрузочка, наводил красоту, и вот уже мы пришли к более-менее наглядной картине мира, добавил срезы по дате и срез по регионам. Но вот остановился и меня выкинуло на том, что, соответственно, срез по регионам не очень, может быть, стандартный и удобен. И давайте его попробуем улучшить. И одно из несомненных преимуществ Power BI в том, что можно из маркетплейса закачать к себе из стандартной библиотеки совершенно нестандартные элементы. Хотите торнадо, хотите, соответственно, вот такой вот элемент. Давайте, кстати, я его закачаю, потом он у нас появится, применим его несколько раз. А здесь я пока хочу продвинутый срез закачать. И вот давайте посмотрим, что в продвинутом срезе можно делать. Здесь мы будем из выпадающего списка выбирать нужные нам регионы. Если вам не нравится такая черно-желтая палитра, то все это, конечно же, настраивается и будет так, как вы, собственно говоря, захотите. Ну вот я могу здесь набирать к себе разные регионы. Вижу, что вот на Кавказе у нас, соответственно, тишь да гладь. Только были локальные всплески. Ну или Архангельская область. Давайте ее добавим. Здесь мы видим, что тоже для маленького региона довольно существенный рост. Но радует, что практически нет регистрации смертей от коронавируса. Ну и, собственно, если вы хотите накидывать себе другие регионы, то, пожалуйста, можно их здесь накидывать. Ну и, наверное, надо уже показать соотношение между регионами. Вот поскольку мы здесь уже много чего сделали и срезы настроили, и сделали, соответственно, название слайда. Давайте просто этот слайд задублируем. И, соответственно, на этом дубликате уже будем делать другую визуализацию, а, соответственно, сравнение между регионами. Ненужные нам элементы мы удалим. Оставим вот только этот график. Растянем его на весь экран. Перещелкнем элемент визуализации. Это, конечно, когда было в Excel такое. Вот мы перещелкиваем просто на другой элемент визуализации, и какая-то магия происходит. Вот не всегда понятная. Но мы хотим сделать ось Y не по датам, а по регионам. Поэтому мы положим регионы в ось, и уже вот такую кроваво-красную картину видим. Наверное, она слишком контрастная, и мы немножечко ее скорректируем. Вот такую спокойную. Вот это у нас статистика по выздоровлению. Давайте самые актуальные данные закинем сюда по заражениям в день. И вот эта общая статистика по заражениям в день. Действительно, здесь Москва, Московская область, Нижегородская область. Если нам много, то мы можем выбрать те регионы, которые здесь будут у нас представлены. Ну и обратите внимание, что я перетащил сюда заражение, а у меня сверху написано «воздоровление». Это и плюс, и минус Power BI в том, что автоматически здесь у меня ничего не поменялось, хотя могло бы. Но плюс в том, что все можно настроить ручками очень тонко, и, соответственно, каждый элемент визуализации, даже если вам не подходит стандартно, а сейчас в рамках лимита времени мы только их рассматриваем, можно всегда закачать из Marketplace нестандартный элемент. Так, ну и, наверное, я переименовываю «выявление». И, кстати говоря, корректно говорить все-таки не «заражение», а «выявление», потому что не все может быть выявлено. Поэтому вот именно так. Так, что-то не так сделал, меня иду в название. Ничего страшного, вот это самое главное, если что-то некорректно произошло, не теряться, и всегда знать, что все можно настроить. Вот, выявление, все отлично. Так, коллеги, я готов передавать Якова слово. Раз-раз, прием. Я готов? Да. У меня передала право презентера. Спасибо. Я продолжаю. Тогда я видел вопросы, было много вопросов касательно того, покажите другие виды визуализации. Например, вот мне захотелось действительно такой очень важной функцией поделиться. Я сейчас задубрирую имеющийся уже у меня лист, чтобы на нем показать разные другие формы. В табло есть такая кнопочка «Show me». Вообще, в переводе на русский ее надо было бы назвать «магический шар». По-другому говоря, это некая попытка сделать автоматическую визуализацию. То есть табло само подбирает вам под тот набор данных, которые вы расположили на полочках и добавили в виде сегмента. Табло сам подбирает тот вид визуализации, который наиболее, по его мнению, здесь целесообразен. Так что действительно очень часто это прекрасно срабатывает. Но я сейчас, в принципе, вот этот вариант визуализации, наверное, самый разумный построил. А вот другие виды на примере покажу. То есть, например, вот всем знакомые панельки, где тут просто очень много данных, поэтому надписи только во всплывающих окнах появляются, потому что иначе они не врезают в размер панели. Также очень популярный, интересный такой вот формат, например, где мы можем видеть тут в данном случае в динамике, в разрезе по регионам. Вот мы видим, как Москва прям вот с 1 мая по, ну, наверное, вот по 18 мая прям лидировала по количеству, в данном случае, заражений. Просто какой-то был нонсенс. А потом снова все вот так вот упало и опять заново вот Москва, Москва, Москва лидирует в числе. А тут вот у нас еще один регион, как вы видите, Санкт-Петербург, он отстает от Москвы. Если Москва уже вошла в тренд вот здесь, начиная с 26 сентября, то Санкт-Петербург активно начал быть заметен где-то уже ближе к ноябрю. Но умудрился тут вот за последние несколько дней набрать очень-очень много заразившихся. В общем, действительно, у Табло много готовых штатных способов визуализации. Ну, а я перейду к финальному третьему слайду, ну, точнее, к финальному третьему рабочему листу, на котором я бы уже хотел попробовать что-то из нашей гипотезы вынуть, то есть попробовать какие-то сделать выводы. Для того, чтобы тут какие-то выводы делать, исходных данных нам будет недостаточно. Я хочу попробовать создать какие-нибудь вычисляемые показатели, которые будут опираться на исходные данные, но уже будут содержать в себе какой-то расчет. Делается это вообще элементарно. Простым движением мыши мы создаем новое вычисляемое поле. В это вычисляемое поле мы берем и перетаскиваем любой уже имеющийся у нас показатель. Ну, например, вот хочу посмотреть соотношение между выздоровевшими и, например, так называемыми заразившимися. Да, очень просто. Берем количество выздоровевших за день, ставим деление и берем количество заражений за день. То есть получаем готовый новый параметр, который будет у нас называться соотношение выздоровевших к заразившимся. И получаем готовый новый показатель, который теперь я могу уже также по дате, например, сегментировать. Дату могу взять любую, с любым интервалом и соотношение выздоровевших к заразившимся. Получаю совершенно новое качество, новый показатель, который тоже имеет вид пилы. Опять же, могу его сгладить, если это необходимо. Ну, в принципе, пила, она тоже тренд, на самом деле, показывает вполне приемлемо. И второй показатель, для примера, возьму количество выздоровевших за день к, ну, например, пусть это будет к количеству умерших за день, например. Это будут выздоровевшие умершие. Довольно грустную тему мы взяли, но для современной ситуации действительно она животрепещущая. И теперь я могу также добавить еще и этот показатель. Я могу их наложить друг на дружку, но я думаю, что они просто смешаются в одну общую кучу, будет не очень наглядно. Поэтому оставлю сейчас так, как есть. Убеждаю, что это у меня выздоровевших к заразившимся и выздоровевших к умершим. Ну и под занавес могу одновременно здесь еще воспользоваться инструментом аналитики. Это отдельный блок, где есть очень много интересных вещей, кстати, куда можно интегрировать предсказательные модели, в том числе модели машинного обучения. Но дефолтно из коробки у нас тут есть форекастинг, то есть предсказание на довольно простом принципе. Или трендлайн. Трендлайн можно построить любую. Можно линейную построить, можно экспоненциальную, можно полиномиальную построить. Возьму в качестве примера полиномиальную, которая более гибко отражает общий тренд. И мы видим, что у нас происходит в целом. Соотношение выздоровевших к заразившимся у нас на самом деле количество выздоровевших по отношению к количеству заразившихся у нас снижается в последнее время. Хотя мы видим вот этот загиб. Реальные данные нам показывают, что сейчас количество выздоровевших растет. И этот тренд вверх. Однако полиномиальная функция на самом деле показывает, что все еще не так. Слава богу, что есть динамика и к снижению. То есть еще не произошел перелом. Мы как раз находимся в этом состоянии. Если вот этот тренд продолжится достаточно долго дальше. Достаточно долго можно даже спрогнозировать. Сколько, судя по нашему графику, ну где-то месяц-полтора, если этот тренд будет продолжаться, то можно будет говорить о том, что тенденция преодолена. То есть соотношение выздоровевших к заразившимся перейдет в положительное качество. То есть больше будет выздоравливающих, чем заразившихся. И возможно, что сама эпидемия с этого момента можно считать будет идти на угасание. Но тем не менее, вот уже тренд, вот этот полиномиальная функция говорит, что пока еще рано радоваться. И второе соотношение, это количество выздоровевших к количеству умерших. Здесь мы видим, что тут наметился серьезный перелом. Причем об этом говорят как сами данные, так и некая статистическая функция полиномиальная. Она тоже нам показывает, что число выздоровевших растет по отношению к общему количеству умерших. Это может быть следствием либо эффективности системы здравоохранения, либо эффективности мер, направленных против коронавируса. Может быть, это и другие какие-то причины, которые здесь нам неведомы. Мы не будем гадать, мы здесь этих данных, исходных данных не имеем. Но тем не менее, фиксируем следующий вывод. Количество выздоровевших у нас по отношению к умершим, как минимум, растет. То есть, во всяком случае, этот тренд, эта тенденция. То есть, смертность, она объективно снижается. Это приятная новость. Неприятная новость, что количество заражений, хоть и в последние несколько, ну вот начиная с 19-го, с 12-го октября, пошла динамика к росту. Но тем не менее, она еще не преодолела общий тренд. И все равно мы считаем, что... Коллеги, напоминаю, у нас тайминг... Я завершил. Вот буквально мне осталось два слова сказать. Количество все-таки выздоровевших пока еще не переросло качественно в тенденцию, в тренд. Вот что я хотел рассказать. Можно передать слово нашему коллеге Ивану. Иван, передаю вам слово. Да, конечно, конечно. Одну секундочку. У нас были вопросы в чате. Может быть, пока переключаемся, можно на них ответить. Переключение займет какое-то время. Очень все тормозит. Так, вижу. Вижу, вы мне уже передаете. Отлично. Так, ну что ж. Видно ли экран? Все ли хорошо? Да, все видно. Отлично. Итак, ну что ж. Действительно, давайте попробуем сделать вот то, что анонсировал Яков. И рассчитать доли, как меняются у нас не только абсолютные показатели, но и соотношение этих показателей. Соответственно, поскольку у нас в данных этих самых долей нет, соответственно, мы должны эти вычисления здесь реализовать. Ну и, конечно, Power BI позволяет это сделать. Вот я уже пока слушал, реализовал, рассчитал долю смертей по количеству смертей общих и по количеству заражений в день. И давайте посмотрим, как это доля смертей. Как это доля смертей. Давайте пусть это у нас будет процентный формат с двумя знаками после запятой. Как эта доля у нас меняется. Но, наверное, просто смотреть на эту долю не так интересно. А хотелось бы посмотреть ее вкупе с, например, с новыми заражениями. Поэтому выберем такой хитрый тип визуализации, как график, совмещенный с гистограммкой. По гистограммке мы положим не смерти, а положим сюда заражение. Столбцы. Чтобы это было не так ярко, сделаем какой-нибудь такой сильно контрастный цвет. И на фоне этой общей картины по заражениям положим изменение как раз доли. Положим изменение доли. Значение. Не всегда действительно и в Power BI хороший перевод. Значение для строк. Ну и вот как эта доля меняется. Чтобы наши подписи не сливались, мы их здесь пометим. Мы их здесь пометим. Таким вот красненьким здесь их пометим. Но необходимо нам посерийно это сделать. Указать, что заражения в день у нас будут черненькими, а остальные подписи будут красными. Вот таким образом мы можем посмотреть, что слова Якова действительно верны. И если у нас еще летом вот такая доля, 3,29, то сейчас она снижается. Это не может не радовать. Из преимуществ, все-таки у нас батл, Power BI хотел бы отметить следующее. Вот пока слушал, смотрите, что я здесь настроил. Настроил переключение вот такого рода стрелочки между нашими слайдами. И по этим стрелочкам с контуром можно переходить на следующую страничку. То есть по сути это может быть для вас полноценная презентация, когда мы, соответственно, рассказываем сначала про общую динамику, показываем, как у нас изменяется выздоровление, показываем, что мы можем, соответственно, делать срезы, как в те моменты, когда еще не было у нас никакой статистики, так и в моменты, когда она уже начала появляться, добавлять и изменять какие-то города. То есть вот это несомненное преимущество, скажем так, BI-систем и Tableau и Power BI в том, что такую презентацию можно делать. Вот мы можем показать лидеров. Ну и отмечу, что в Power BI есть еще и облачная служба. И если вы вот этот отчет, вот этот дашборд хотите кому-то передать, то можно расположить этот отчет в облачной службе, оплатить тестовую бесплатную подписку на 60 дней и выложить вот этот вот дашборд в интернет, и он будет доступен по ссылке и будет также крикабельным, и все стрелочки будут работать, и какие-то выводы, пусть и не научные, скажем так, аналитические, можно аналитические, кухонные, можно сделать. Ну и по крайней мере, может быть, увидеть в плохом долю и хорошего. Вот, спасибо. Ну и на самом деле, когда мы заходим на какие-нибудь сайты, которые у нас пестрят вот этой статистикой, надо понимать, что любой, кто владеет Excel и Power BI, способен сделать ровно то же самое на открытом, доступном, в интернет-датасете, на этом, наверное, я бы, в общем-то, и завершил небольшое. Ну что, наш батл, да, завершен и... Не завершен, еще я не рассказал. А, я уже бегу вперед. Ташборд-то уже построил, а у меня-то его до сих пор еще и нету. Ну, давайте я сейчас буквально за три минуты его набросаю и покажу, как можно быстро это сделать в табло. Передаю вам права. Да, отлично. Чтобы не задерживать сильно наших слушателей, и так затянули мы сегодня, но тем не менее, хотелось бы действительно поделиться возможностями. Итак, дашборды. То есть у нас есть все готовые исходные данные, которые мы хотим презентовать. Для этого создаем с помощью кнопочки дашборд новый дашборд. Собственно, дашборд это, по сути, коллекция наших уже заранее подготовленных отчетов, только размещенных на одном листе. Здесь можно управлять размером этого листа, можно выбрать любой размер, например, сделать его больше, сделать его поменьше. Мне хватит вот такого для старта. И я не потратил сейчас время, как вот Иван молодец, он сделал подписи. Это несложно сделать. Изменить название можно в любом листе в два клика. Но воспользуюсь простой схемой. Просто добавляю свои отчеты. Система сама их распределяет по листу, так как это ей кажется было бы корректно. Вот этот лист, наверное, я не буду сейчас размещать. Я его демонстрировал так в качестве примера. И вот у нас общая картинка готова. Можно, конечно, ее перекомпоновать, можно разместить эти отчеты как-то по-другому. То есть здесь работает принцип drag and drop. Можно то, на что вы хотите сделать акценты, увеличить. То, что не так критично, например, уменьшить. То есть все эти компоновочные элементы, я сейчас не буду на них останавливаться. Вот, предположим, у меня готовый мой дашборд, по которому я хотел бы показать результат руководству, например, или партнерам. Все это можно выгрузить в PDF. Просто сохраняю результат в PDF и где угодно. И открываю его, отправляю куда угодно. Опять же, готовый небольшой дашборд. Естественно, это все можно улучшить, украсить. Но вот раз Иван затронул эту тему, я тоже не могу об этом не сказать. Что в табло есть еще и такое понятие, как story, помимо дашбордов. А story это и есть, по сути дела, последовательность рассказа. То есть это и есть презентация. То есть мы можем сделать непосредственно из наших отчетов готовую презентацию буквально в PowerPoint. То есть, соответственно, просто добавляем листы. Между листами есть вот такие переключалочки, которые позволят вам тогда, когда нужно будет презентовать вашу идею или те результаты, которые вы хотели продемонстрировать, создать. Просто вот такую готовую последовательность слайдов. Будете их презентовать, вам будет удобно между ними переключаться. И все это можно еще и выгрузить в форматы тот же PDF, например, и так далее. Вот теперь действительно все. Это то, что я хотел рассказать. Но, естественно, мы не успели очень многое. Хочу сказать, что наша задача была достаточно ограниченное время. Показать максимум интересных возможностей. И вообще просто продемонстрировать, как происходит работа с этими инструментами. Для кого-то, возможно, для кого эти инструменты впервые встречаются, это было бы очень полезно. Передаю слово нашей организатору, нашему Ольге. Спасибо большое. Иван, будет ли у вас последнее слово или мы переходим к голосованию? Я бы взял последнее слово буквально на три минуты, чтобы ответить на самые вопросы, которые попали в точку по этому дэшборду. Хотел бы отметить их. Хорошо, вы можете пока отметить, а я сделаю вас презентером через секунду. Собственно говоря, хотел бы вам показать свою домашнюю заготовку, на которую я чуть больше времени потратил. И вот ее-то, может быть, и можно было бы, как якобы говорит, сохранить в PDF и, соответственно, показывать руководству. Передала права. Да, спасибо. Вот, собственно, вот такую домашнюю заготовку, такой слайд можно действительно с ключевыми показателями сверху и с более детальной информацией снизу сохранить в PDF и, соответственно, сказать экспорт, экспортировать в PDF. Ну и в PDF будет экспортирован не только этот слайд, но и все остальные эти слайды. И, соответственно, были вопросы по динамике, по тренду. Ну, это я расскажу на том дэшборде, который я здесь делал. У каждого графика, конечно, тоже можно настроить тренд. И здесь, надо признаться, линия тренда делается очень просто в Power BI. Это обычный линейный тренд. То есть он, скажем так, довольно прост здесь. То есть здесь это, наверное, как точка роста Power BI. Тренд, что называется, не даст вам никаких предсказательных моментов, кроме очевидных. Что называется, это обычное, как говорят, обычное усреднение. Но для визуализации и это неплохо. Вот такой, пожалуй, тренд можно здесь выстроить и как-то ярко его продемонстрировать, что у нас здесь на самом деле по смертям стрелка вверх не растет. И это не может не радовать. Итак, и еще один вопрос был, как настроить стрелочки. Стрелочки настраиваются следующим образом. У каждой странички необходимо сделать закладки. То есть здесь можно открыть отдельное окошечко закладок. И у каждой странички должна быть своя закладка. Просто выбираем страничку, щелкаем добавить, и вот появляется закладочка. А дальше на вставке мы можем добавлять текстовые поля и можем добавлять какие-то кнопки. По этим кнопкам можно настраивать дополнительные действия. Такие, как переход на закладку или переход на какой-то URL-адрес, то есть на ссылку в интернете. У меня здесь переходы по закладкам настроены. Как вы понимаете, играли мы с Яков по-честному. Что называется, начали в 18.30. Конечно, мы заранее тут посмотрели на этот дашборд, но делали все именно в онлайне. И вот этот дашборд можно в онлайне с определенными, не слишком великими навыками, довольно оперативно сделать. Вот смотрите, чего можно добиться в Power BI за час. Ну и в табло мне результат на самом деле тоже нравится. Вот единственный момент отмечу, Яков показал компоновку на одной страничке в Power BI. Такие штуки делаются в службе Power BI, которую мы сейчас тут не будем рассматривать. Но она как бы как в комплексе, вместе в поставке Power BI Desktop, приложение для Windows. Есть ограничения, что не для маков. Но вот служба, конечно, через веб-браузер будет доступна всем. И в ней можно опубликовать все отчеты, которые вы делаете в Power BI Desktop. И там же сделать панели мониторинга, в которых, наверное, не эти графики, не эти, соответственно, довольно детальные графики, которые, в общем-то, подходят к отчету больше, а вот именно ключевые показатели можно разместить. И подобные панели мониторинга, в общем-то, через приложение Power BI, для Android оно доступно, можно показывать руководству и как бы контролировать показатели вашего бизнеса или другие показатели, которые вам важны. Вот все, спасибо. Спасибо, так много времени занял, но на вопросики вроде бы ответил. Спасибо большое, Иван. Итак, на этом мы заканчиваем основную часть и переходим к голосованию. И сейчас вы на экране видите QR-код, по которому вы можете сосканировать QR-код и перейти в раздел «Голосование». Также ссылка есть в нашем чате. После того, как вы отдадите свой голос за одну из систем анализа данных, вы получаете промокод на скидку по всем курсам бизнес-аналитики. И после того, как мы подведем итоги, наши преподаватели Иван и Яков ответят на вопросы, которые вы прислали в чате. А пока проходит наше голосование, и вы отдаете свои голоса, я расскажу вам несколько слов о наших курсах по бизнес-аналитике. И хочу, конечно, сказать, что в основе бизнес-аналитики лежат курсы Microsoft Excel, потому что это многофункциональная программа, которая используется практически в любой сфере деятельности. И мощные средства для вычислений, анализа и наглядного представления информации делают Excel практически незаменимым инструментом в любой профессии. И в нашем учебном центре специалисты вы можете пройти обучение по программам переподготовки аналитик данных, профессионал по бизнес-анализу и визуализации данных Microsoft Excel и Power BI, которые каждая состоят из 11 курсов и готовят к модным, современным и высокооплачиваемым профессиям на рынке труда. Хочу сказать, что на сайте хр.ру по данным на 24 ноября активны около 2000 вакансий бизнес-аналитика с зарплатой от 85 до 200 тысяч рублей. Также в нашем учебном центре представлены комплексные программы по бизнес-аналитике на любой вкус и кошелек. Они состоят из наборов от 2 до 8 курсов, а также такие, как магистр Microsoft Excel 2019, VBA программе, специалист по анализу и визуализации данных Microsoft Excel и другие. Приглашаем вас к нам на обучение и в качестве бонуса промокод, который вы сейчас видите после голосования. Итак, пока последние наши участники отдают свои голоса, также хочу вам сказать, что в рамках программы помощи по трудоустройству нашим выпускникам мы оказываем студентам поддержку в поиске работы. И одним из мероприятий, на которые я вас хочу пригласить в рамках данной программы по трудоустройству выпускников, это День карьеры. Всех приглашаю, кто интересуется профессиональным развитием в сфере бизнес-анализа на этот День карьеры, который будет полностью посвящен работе в данном направлении. И мы расскажем бизнес-аналитику, где искать работу, как трудоустроиться без опыта. Ссылку вы сейчас на День карьеры на регистрацию можете видеть в чате. А для тех, кто из наших слушателей является работодателями и кому нужны бизнес-аналитики, я предлагаю написать мне на почту jobsobakaspециалист.ru и приглашаю со мной связаться и тоже воспользоваться нашей программой, которая доступна также и работодателям. Вы тоже можете принять участие в Дне карьеры и в тех Дня карьеры, которые у нас будут. Итак, открываю форму для голосования. Я надеюсь, что все отдали свои голоса. И сейчас мы узнаем, кто же победил. Итак, представляете, 53% выбрали, что победила дружба. 46 человек проголосовали за дружбу. За систему табло проголосовало 19 человек или 21%. И за Power BI 24 человека или 27%. Я бы сказала, что на самом деле здесь, конечно, победил профессионализм. И мы увидели с вами, что оба продукта справились с этой задачей. И если вы хотите стать профессионалом в бизнес-аналитике, необходимо знать и понимать, как работают BI-системы. Итак, уважаемые участники, все, кто проголосовал, получили промокод. И вы можете использовать на скидку для приобретения наших курсов по бизнес-аналитике. Мы будем вас ждать у нас на обучение. А сейчас пришло время вопросов. И Яков и Иван могут ответить на ваш вопрос, который вы задавали в чате. Итак, давайте, наверное, кто готов начинать? Да, давайте я отвечу, Ольга. И, соответственно, коллеги, вот отписался уже как раз. Были вопросы, если нам нужно из вот этого вот нашего замечательного Power BI-десктопа потом выгрузить данные в Excel, как нам действовать? Может быть, сначала в Excel загрузить через Power Query, а потом уже экспортировать это в Power BI, да, вот это, наверное, оптимальный путь. Потому что если вы захотите сначала создать запрос в Power BI, то вам придется воспользоваться службой Power BI-десктопа, Power BI-десктопа, опубликовать это еще дело в облаке, и без платной версии вам не получится экспортировать вот свой датасет обратно в Excel. Поэтому, если вам нужна портянка данных, то вам нужен Power Query, который в Excel, у нас, конечно, под это дело есть курсы. Мне даже вот шарить экран не нужно, я вот так на словах. Вот по поводу, еще был вопрос, еще у нас был вопрос по поводу выгрузки, по поводу языков. В Power BI у нас микс из двух подсистем, выросших из Excel, Power Pivot, отвечающий за модель данных, и все формулы на эту модель данных пишутся на DAX, а Power Query, система для нормализации данных, для зачистки данных, там все запросы пишутся на языке M. Если в Power Query можно обойтись, в общем-то, без языка M и не изучать его, а все делают через интерфейс, то язык DAX необходим к изучению. Ну, хороший плюс его, что он во многом все-таки коррелирует и похож на Excel, особенно в простых своих проявлениях. Больше вроде бы вопросов я не видел, сейчас еще почитаю чат, спасибо. Давайте дадим слово Якову. Яков, вам нужны права презентера? Да нет, наверное, тоже права не нужны, хотя можете дать, потому что вопросы, несомненно, задаются сразу же по поводу стоимости, в частности. И тут надо сказать, что все очень просто. Есть несколько видов лицензий, и действительно, самое дешевое из них – это 70 долларов с полным функционалом. Креатор включает в себя и Data Preparation Builder, и все остальное. То есть это полный функционал на одно рабочее место. Количество людей, естественно, которые будут за ним работать, не ограничено. Но само место одно. И если вдруг нужны какие-то права пользователя, который не должен создавать и работать, точнее, работать с исходными данными, а должен просто работать с готовыми отчетами, это дешевле. Но тот, кто будет просто эти данные просматривать, это еще дешевле. Естественно, есть возможность работать с Tableau Online и Tableau Server. То есть все эти возможности есть. Но, тем не менее, платность этой программы, да, она имеется. Надо быть к этому готовым. Но в большинстве своем это суммы вполне подъемные для бизнеса, когда действительно на основе данных принимаются решения. Чтобы поиграться, у Tableau есть двухнедельный триал, естественно. Что еще я тут смотрел из вопросов? Наверное, пока не вижу. Можно передать право и вам. Можно я задам вам вопрос? Какая разница по возможным источникам информации в этих программах? Разница в каком смысле? Какая разница по возможным источникам? То есть исходные данные, как с ними работает Tableau и Power BI? Надо уточнить у слушателя, если можно. Наверное, да. Вот стандартный вопрос. Чего может такого Power BI по подключению, чего не может Tableau? И наоборот. Тут, наверное, мой ответ. Коннектор можно написать для любой системы. Как для Tableau, так и для Power BI. К стандартным базам подключение есть как у Tableau, конечно же, к большинству база, так и у Power BI. Вопросы появляются, когда появляются новые базы, к которым нужно адаптироваться. Для них необходимо написание отдельного коннектора. Например, популярная нынче база для хранения больших данных ClickHouse. К ней подключение не так просто дается для Power BI. Эту задачку можно решить с помощью питоновских скриптов, которые, соответственно, будут выгружать уже необходимые данные, как SQL-базы. SQL-запрос может выгрузить плоскую таблицу, так и питоновский скрипт может выгрузить подготовленную табличку с необходимыми данными из ClickHouse. И с ними уже, и может быть, даже уже сегрегированную, потому что ClickHouse – это колоночная база данных, которая хранит, может быть, миллионы, миллиарды строк. А, конечно же, Power BI не предназначен, особенно Power BI Desktop, если говорить о нем, настольная версии, которая на локальных компьютерах, не на серверах раскрывается, не предназначена, чтобы на нем крутились миллиарды строк. Есть определенные ограничения. Все-таки это аналитическая база, и работать она должна не с транзакциями, которые могут идти каждую секунду по миллиону раз. Но это, на самом деле, специфичный бизнес, не везде так, далеко не везде так, а должна работать уже с агрегированными таблицами, например, по дням, статистику показывая. Такой ответ на вопросы. Иван, есть вопрос, он был в начале, по Power BI. Есть ли в Power BI тип данных регион с привязкой к глобальной карте? Почему панель задач справа, а не слева? Есть зум по графику? Покажите, как связи в табло выглядят, пожалуйста. Дело в том, что... Так, в табло, видимо, это... Вопрос, наверное, к Ивану и так далее. Ну, да, да, по регионам, да, есть ответ, конечно же, есть. Вот даже не глядя вам скажу, выбирайте поле регион, ну, хотя давайте, просто переключением какое-то время займет. Вот выбирая какое-либо поле в колоночке поля, у вас сразу откроется настройка формата. И в настройке именно формата этого поля можно выбрать, помимо типа данных и форматирования, еще и категорию. И категории бывают географические координаты, например, или регионы. Вот, и на географической карте, конечно, это все можно показать тоже. Просто на самом деле я так устал от этих географических карт, они не отражают сути, это только для красоты их показывают. Самые проверенные гистограммки, самые лучшие, поверьте, ваши руководители будут довольны, если данные будут понятные и прозрачные. А если они будут только красивые, этого будет недостаточно. Да, можно я тоже подключусь к вопросам. Вот задают вопрос, есть ли коннекторы к SAP. Вот я специально открыл новую страницу, и тут вот показаны как раз все практически основные базы данных SAP, четыре коннектора. Думаю, что Salesforce есть, CRM очень популярная, известная. Ну и продолжать здесь можно очень долго, включая те же микрософтовские базы данных. И еще тогда, Ольга, вам вопросы? Вам слово? Да, был вопрос, есть ли разграничение прав доступа к разным отчетам для разных пользователей. В Tableau, да, есть такая возможность, вы можете публиковать отчет для определенных пользователей через Tableau сервер. И доступ к этим отчетам будут получать только те, кому нужно. То есть все это есть. Хорошо. Вроде мы ответили, да, с вами на все вопросы, которые у нас были в чате, по сути. Хотел бы по курсам, по курсам хотел бы сказать, вот тут появляются вопросики, ну так, точки надо и расставить. А вы мне пока можете дать презентатора, я покажу все-таки какую-нибудь красоту, расспросят. Ну, по крайней мере, вот у меня есть... Ладно, секунду. Я пока расскажу просто про курсы. На курсе по Power BI, который у нас три дня идет, мы глубоко изучаем все подсистемы, в том числе и DAX. Ну, где-то вот мы по дню тратим на все подсистемы, день на визуализацию, на прогонку всех систем. Ну, вот смотрите, то есть вот что может визуализация. Буквально действие назад у меня все выглядело стандартно, по-гистограммовски, классически. И все понятно, как ни странно. Если я захочу вот это все сделать красивым, то такой вот дополнительный элемент World Cloud позволит мне сделать какую-то красоту, где чем больше шрифт, тем, соответственно, чаще слово встречается в тексте. Анализируется колоночка регион. Но мы видим, что обл встречается чаще всего, поэтому, конечно, данные здесь надо причесывать. Но, тем не менее, вот из коробки доступна такая немыслимая красота, которая, может быть, кому-то казалось, что делается только нейросетями. И разработчиками нет. Можно из коробочки сделать быстренько это все. Так вот, про курсы по Power BI хотел сказать, что один день изучаем Power Query, один день изучаем DAX, и, можно сказать, один день изучаем возможности по визуализации как в Power BI Desktop, так и в облачной версии. Вот второй курс, который, кстати, скоро стартует по анализу данных Excel. Мы концентрируемся не только на Power BI, но и начинаем изучение с надстроек. То есть, вначале изучаем, как работает Power Query, что может в Excel, как работает Power Pivot в Excel, и потом уже изучаем, как все наработки из Excel мигрировать в Power BI и смотрим уже, соответственно, Power BI. Чуть меньше на него времени остается, но здесь, соответственно, зато вы охватываете все, что называется, все возможности. Ну, а если вам нужна детальная проработка каждой из подсистем, то, соответственно, и на Query, и на Pivot, то есть на DAX у нас есть отдельные курсы Excel 7, Excel 6, Excel, 8, 9, пожалуйста. Так что тут на вкус и цвет, на каждого найдутся курсы. Собственно, все. Я думаю, мы уже тут из тайминга вышли. Надеюсь, интересно. Я думаю, что да, мы будем заканчивать. Спасибо всем большое, кто к нам присоединился. Когда будет табло, да, следующий уровень, вы обязательно узнаете из наших новостей. К сожалению, да, вот я еще вижу вопросы, но нам уже пора с вами закругляться. Спасибо большое. Я благодарю Ивану, благодарю Якову, всех наших слушателей. Мы ждем нас в учебном центре и благодарим, что вы к нам сегодня присоединились и поддержали наш баттл. Благодарим всех участников. Я тоже со своей стороны благодарю за пожелания, которые я видел в чате. Спрашивают, кстати, понравился ли мне Power BI. Я его, естественно, использовал тогда, когда он только появился, одни из первых версий. И уже тогда я понимал, что это мощный инструмент, который явно завоюет свою долю на рынке. Сейчас он уже напрямую конкурирует за первые места. Поэтому продукт прекрасный. Баттл наш, естественно, ставил целью выявить и показать вам возможности этих систем на уровне каких-то основных базовых построений отчетов. Но все остальное на наших курсах, да. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо вам за добрые слова в чате. Мы все увидели. Встречаемся на наших курсах в специалисте. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...